всем привет друзья давно хотела записать для вас этот репортаж думала запишу на природе но не получилось вот те кто смотрит наш мукбанк канал те кто смотрят instagram наш кстати ссылочку на instagram оставим вам внизу в описании под этим видео переходите подписывайтесь и в инстаграме как правило зрители наши узнают новости какие-то или какие-то события из нашей жизни вот буквально в тот же день когда эти события происходят вот в ю тубе все с очень очень большим сейчас запозданием будет выходить скажу вам следующую новость значит смотрите мы сейчас семьей находимся в америке у нас был достаточно такой сложный переезд вот мы все выдержали мы все прошли сейчас мы уже адаптировались в америке сняли свое жилье покупаем уже вторую машину вот ну пока только в поисках второй машины скажем тогда все у нас хорошо друзья спасибо всем кто за нас переживал кто нас потерял и спрашивал ждал на ю тубе мы снова в эфире я надеюсь что больше так надолго пропадать не будем потому что действительно у нас произошел такой достаточно важный этап нашей жизни не самый легкий скажем так вот но тем не менее у нас все получилось все что мы запланировали все осуществилось вот что вам рассказать не знаю спрашивайте пишите в комментариях под видео с мукбангом люди спрашивали обзор нашей квартиры мы уже здесь обжились обзавелись и мебелью и вещами нужными и ненужными и не очень нужными скажем так вот я как-нибудь освобожу время соберусь силами сделаю порядок и обязательно вам покажу нашу квартиру у нас хорошая двухбедромная квартира по русским российским советским меркам эта квартира считается трешкой вот все вам покажу все расскажу про стоимость тоже расскажу поэтому не забывайте подписываться кто еще не подписан на канал добро пожаловать мы всем очень и очень рады вот хочу сразу сказать следующее смотрите это это решение принимал алексей решение далось очень сложно конечно же он выдвинул такую версию с переездом в америку я выслушала все его за и против поддержала его согласилась вот и у нас общими усилиями дети нам тоже очень сильно помогали в этом вот у нас общими усилиями все получилось ну вот задавать вопрос что касается вопросов миграции не нужно мы этого афишировать не будем как я уже говорила на мог банк канале как бы мы много чего рассказываем нашим зрителям но рассказываем ровно столько сколько считаем нужным рассказать вот конкретно как мы переехали на каком основании могу вас сразу заверить потому что знаю что были такие комментарии все у нас легально мы здесь находимся легально вот работает алексей над вопросом получения как можно быстрее документов вот поэтому я не вникаю даже в эти вопросы как бы этим всем занимается алексей появляться на семейном канале он тоже будет но крайне редко потому что он работает как только он приехал буквально там мы приехали в конце недели буквально через недельку он на следующей неделе он уже вышел на работу вот я возобновляю с наши блоги будут выходить на регулярной основе влоги будут выходить с меньшей периодичностью мог банги тоже будут выходить и алексей мне купил оборудование свет стойки все это закупил я буду снимать какие-то рецепты тоже то есть кулинарный канал мы совсем тоже не бросаем будем снимать если у вас какие-то вопросы в плане адаптации в америке как там получить права конкретно мы находимся в калифорнии как получить калифорнийские права как арендовать апартаменты мы арендовали апартаменты конкретно про наш случай мы вам расскажем какие там цены в магазине ну вот что вас интересует об америке спрашивайте что знаем тем поделимся вот что касается миграции у каждого свой путь каждый его проходит со своими какими-то сложностями поэтому у нас тоже не все так просто было но слава богу все уже позади вот я надеюсь что буду выходить теперь регулярно к вам в эфир вот потихоньку также параллель параллельно с блогерством я буду заниматься еще одной работой которая будет приносить тоже какую-то финансовую поддержку в нашу семью вот что касается детей дети тоже адаптировались нашли друзей и чему я очень рада кто с нами в инстаграме тут знает я в stories выкладывала что не шутки мы день рождения отпраздновали приходили его друзья была собралась большая компания вместе со взрослыми и нашей семьей и детьми было 21 человек конечно же в наших апартаментах хоть они достаточно просторные мы не могли принять такое количество гостей и мы ездили на пикник в парк вот что вам еще рассказать олежка тоже нашел друзей потому что иногда он ко мне подходит и говорит мам я пойду в бассейн у нас в комплексе есть бассейн друзьям меня пригласили пойти в бассейне искупаться и города конечно идеи он идет с друзьями общается в общем у детей все хорошо что касается школы мы их уже устроили школа ждет от нас еще переведенные на английский язык прививки мы должны будем до отправить им эти документы и 9 августа у детей уже начинается учеба вот сейчас я вам раз к сейчас я вам дальше покажу как мы с друзьями с большой компанией не могу точно сказать сколько но примерно машин 15 приехала на пикник мы отдыхали готовили кушать и мужчины готовили кушать я вам это все покажу вот ну а потом будут выходить старые видео еще те когда мы только-только заехали в америку мы не прекращали снимать вообще никогда был конечно момент когда мы меньше стали реже стали снимать но какие-то события все равно мы снимали в нашей жизни я вам все это покажу поэтапно вот а когда мы уже дойдем до как это сказать реальных событий до реальной даты да сейчас пока видео будут выходить аж двухмесячной давности вот если кому-то не интересно не нужно писать что это уже не актуально это всегда актуально потому что данный конкретный канал это наш видеоблог видеоблог который остается навсегда на ю тубе это и для нас память и для вас какая-то информация и может быть для кого-то тоже память поэтому я выставлю все видео с того момента как мы заехали в америку предыдущее видео у нас оборвалось закончилась на том что мы сели в канкуне в самолет вот прилетели в другой мексиканский город вот ну а потом мы прошли границу и оказались в ковидном отеле вот в ковидном отеле еще 10 дней пробыли ну вот начиная с тех событий начиная с к видного отеля потом как мы приехали как мы здесь адаптировались какие-то вот события двухмесячные давности все по хронологии я выложу а потом уже когда мы дойдем когда я выпущу все накопленные материалы тогда уже будут выходить видео более актуальные и как всегда там будет как обычно была задержка буквально в 1-2 дня вот видео будут вот такие вот свежие скажем тогда выходить вы будете узнавать о событиях нашей жизни которые произошли буквально там день-два тому назад вот что еще хотела сказать обязательно хотела сказать о том что сейчас когда российских блогеров вернее русскоговорящих блогеров коснулись санкции когда началась война 24 февраля нас это тоже очень сильно коснулось но все вы об этом знаете многие блогеры об этом тоже рассказывали вот поэтому хочу сразу заявить сейчас наши каналы не приносят практически никакой прибыли если хотите напишите мне в комментариях я вам в сообществе выставлю скан конкретно вот этот канал на которой я сейчас вам вот это все рассказываю приносит 3 доллара сколько-то центов в месяц задумайтесь меньше 4 долларов в месяц поэтому никакой вообще никакого хамства никакой грубости я не потерплю на этом канале мало-мальски выскажите свое мнение которое не понравится мне будете заблокированы ну вот просто я хочу собрать на своем канале сообщество общество людей которые будут уважительно друг другу относиться которые будут искренне радоваться за нашу семью да а все ваши вот эти вот догадки предположения что было на мукбанге на мукбанге я смотрю вообще алексей никого не блокировал и там столько хейтеров на канале накопилось я сейчас буду блокировать всех и везде как только я увижу мало-мальскую грубость не только в отношении меня в отношении других зрителей я буду блокировать всех ну естественно не только в отношении меня и моей семьи имеется ввиду да вот буду блокировать беспощадно то есть имейте ввиду что если когда-нибудь какой-нибудь вопрос у вас возникнет по поводу америки написать вы больше не сможете вот мне не нужно это все терпеть понимаете есть блогеры которые специально провоцируют на то чтобы хейтеры больше писали да это развивает канал это помогает каналу быть больше становиться больше приносить больше дохода и так далее и тому подобное но еще раз повторюсь мы сейчас не нуждаемся в деньгах алексей работает я тоже выхожу на работу вот а блогерство это будет так сказать хобби чтобы с теми зрителями которые нас искренне любят от таких очень много поверьте у нас тоже на канале вот чтобы с искренними на любящими нас зрителями не потерять контакт быть с вами на связи чтобы были в курсе о нашей жизни чтобы продолжали получать какие какую-то информацию о нашей жизни вот поэтому давайте ну как бы если хотите высказать что-то плохое в адрес нашей семьи или в адрес наших зрителей просто оставьте это при себе просто оставьте себе возможность когда появится необходимость задать какой-то вопрос нам вот если вам не интересно вы можете выключить я никого не держу на канале поэтому вот сверху с правой стороны есть такой крестик вы можете на него нажать и не смотреть наши видео поэтому давайте будем уважать друг друга я всегда говорила знала и буду говорить что то что внутри у человека то он и выплескивает в адрес блогеров еще раз повторюсь этот канал не для заработка у меня нет вообще никакой мотивации терпеть хейтеров даже как я называю некоторых полу хейтеров то есть не те которые откровенно прямо оскорбляют поливают грязью а даже кто там высказывает какие-то свое мнение высказывает свое мнение негативное таких зрителей я называю полу хейтерами вот на нашем канале останутся только любящие нас искренне относящиеся к нам желающие нам добра зрители все остальные просто пойдут в блок либо вы молча смотрите либо вы пойдете в блок других вариантов у вас нет поэтому кто хочет написать приятный комментарий добро пожаловать кто хочет написать нелицеприятный комментарий пожалуйста будьте готовы чтобы просто будете заблокированы я в принципе все сказала но сейчас я вам покажу как мы отдыхали большой компании на озере оставайтесь не переключайтесь всем спасибо за внимание друзья вот проезжаем еще за такие шикарные виды как я уже сказала в предыдущем репортаже который записывал уже с места нашего отдыха мы едем сегодня с нашими друзьями отдыхать у алексея грязное стекло красивую локацию все равно заставляет меня снимать для вас так что вот мы едем в горно такую проезжаем горно-лесную местность и не буду комментировать что это ставьте лайк кому нравится и оставайтесь обязательно с нами посмотрите как мы сегодня будем проводить время смотрите какие пейзажи открываются вау просто супер насколько мало ешки где только не были посмотрите насколько чего только не видали америка может удивить нас я уверена что это нескончаемые вообще ресурсы что мы будем каждую нашу поездку куда-нибудь удивляться восхищаться это настолько вообще классная красивая страна нам нравится алексей тебе нравится вот мы проснулись сегодня в четыре тридцать и свет не заря планировали выехать в пять но пока прособирали все равно выехали в пять тридцать поэтому чуть-чуть опаздываем но стараемся едем и снова проезжаем прям вау весна а самое интересное как скалах растут деревья и пусты но мы такое видели уже в турции на с левой стороны тоже красота красота горы не переставить удивляет красивые горы супер кому нравится лайкосики не забываем ставить вполне какая дорога класс класс смотрите как красиво супер высоченные горы густо вообще усеянные этими деревьями деревья тебе уже хвойные да это хвойные но единственное это елочки какие-то своеобразные здесь не так интересные лапы сделаны да необычные елочки уже потихоньку светать начинают тучки раз развеиваются и я надеюсь что сегодня будет теплая солнечная погодка потому что мы все в купальных костюмах и планируем сегодня купаться нам сказали что там песчаный пляж красиво смотрите небо какое где-то прям ярко голубое где-то серое очень интересно очень интересно тучки такие интересные висят вау смотрите какие вообще как эти много-много черепашьих панцирев панцирев панцирей сидит тут учитель русского языка литература может я хотела панцирев сказать панцирев панцирев но и медаль прикиньте так жизни бывает да красота вообще супер вон там тоже какая-то дорога сверху вон там куда мы едем да да но нам вот 9 минут осталось ехать супер неописуемые красоты вот здесь шикарнейшее место просто нереальной неописуемой красоты посмотрите какая природа но дует сильный ветер и достаточно прохладно не знаю несмотря на то что купальные принадлежности мы надели посмотрите как красиво я думаю что в воду сегодня мы не полезем сильный ветер дует надеюсь вам что-нибудь слышно посмотрите какая красота просто супер супер очень много людей мы тоже наша компания у нас большая компания сегодня собралась ну вон там в самом конце сети класс супер пошла движуха пойдем тут уже мужчины готовить начали в общем сегодня будет у нас вкусный обед вот такая красота и вкуснота запах какой не передать вообще через камеру класс здесь у нас такая импровизированная кухня кто по десертам кто по снэкам кто арбуз салатики все прикрыли уже все поели вот кто-то у нас там вдалеке спит в общем компания большая сегодня собралась отдыхаем надо пойти проведать Алексея он там в машине дрыхнет компаний здесь несколько каждый своей гучкой к воде мы уже ходили пойдемте проведаем Алексея горы немножко покажу вот здесь поднимаешься уже ветра нет так тепло так классно и посмотрите какая красота в общем среди этой красоты у водоема люди отдыхают приезжать сюда надо очень и очень рано чуть опоздаешь все мест нет машины не пускают разворачивают и потом люди дожидаются когда освободится место но кто выезжает уже отдохнув после чего запускают машины новые новые ты как тут нормально а? поспал? а? да хорошо что-то ты какой-то без настроения ну что у нас уже готова еда вот такая вот аппетитная хашлама получилась вот у Томы с овощами у меня с зеленью нам приятного аппетита вкусняшка красота у нас уже день солнышко разыгралось ветер сильный дует мы идем к воде чтобы сделать общую групповую фоточку утки плавают ой с утра уток не было классно посмотрите какая здесь локация супер волнушечки сегодня прям как на море бушуют вот кроме уток а вон мужчина купается девочка в воде вода чистая прозрачная но холодная они красотки плавают вот в таком месте мы отдыхаем сегодня шипит язык высунул шипит прям дайте покушать вот миша от миши ничем не отличается подожди по чуть-чуть давай я сейчас еще на инстаграм вот 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 прям шипим мы как требуем еду ну что ребятушки как отдохнули круто отлично понравилось все мы уже со всеми попрощались ой сколько у нас примерно компания была машин сколько здесь больше десятка машин было да очень круто посидели под замерзли вот но все сытые и счастливые теперь едем домой посмотрите какая красота еще разочек вам сниму и погнали по коням сказали снимать вам слева твой живот видит зеленый вот он он там хашлама там много чего есть красота да когда гуляли там эту дорогу видно на том берегу стоишь а что вы не взяли камеру я взял но она вертикально я снимал бери логин пароль инстаграма загружай хоть туда попробую над твоим предложением вау классно да не видно зрителям вы там приподнимитесь на носочки ахахахаха 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 а вот там правда как будто снег лежит на этой горе тут там белеется одинок посмотрите какое мы проезжаем вау смерт ну что друзья соседи уговорили нас пойти в бассейн и мы решили сегодняшний день закончить релаксируя в бассейне в теплом бассейне да погода у нас не располагает в прохладном бассейне купаться вот поэтому в подогреваемом джакузи посидим сейчас с соседями и друзьями пообщаемся и пойдем домой сегодня проснулись в 4.20 ни свет ни заря чтобы поехать и там где мы сегодня проводили время целый день занять место вот поэтому Леша поспал в машине а я даже не спала поэтому спать хочу очень сильно но так как всего время сколько у нас сейчас время около половины восьмого спать как бы рановато еще вот сейчас накупаемся и пойдем домой спать такие у нас дела а на восьмого восьмого не